Диспетчерская лесопожарного центра теперь напоминает кинозал. Огромный экран занимает всю стену. На мониторы в режиме реального времени идет картинка с 30 видеокамер. Автоматика без устали сканирует округу в поисках пожара. Если в объектив попадает дым, на компьютер поступает сигнал. Эти камеры могут обнаружить возгорание на расстоянии до 20 километров. У них 30-кратный оптический зум. Это значит, что изображение можно увеличить настолько, что удастся разглядеть дом, участок и даже человеческую фигуру. Диспетчеры пока еще изучают тонкости работы с оборудованием. Система сейчас работает в тестовом режиме. С 1 июля специалисты будут посменно круглые сутки наблюдать за обстановкой в лесах. Но уже сейчас масштабный комплекс видеофиксации показывает свою эффективность. Мы уже обнаружили 6 возгораний, реальных возгораний, из которых одно подтвердилось как лесной пожар. К месту возгорания была немедленно направлена группа работников лесопожарного центра, и возгорание было ликвидировано. С появлением видеокамеры, конечно, мы можем обнаружить очаг возгорания спустя какие-то считанные секунды, после его начала, минуты, секунды буквально. Сейчас лесные пожары ищут службы наземного и воздушного наблюдения. Между повторными патрулями проходит от нескольких часов до суток. За это время пламя может охватить целые гектары леса. Теперь огонь увидят сразу. Сеть из 30 камер видеонаблюдения уже покрывает 7 районов на юге и в центре региона. Лесные пожары возникают только там, где есть люди, как правило, статистика показывает. Поэтому и камеры ставятся там, где в доступности людей, потому что в основном это все человеческий фактор. На примере Нижегородской области процент нарушения именно системой видеоманикюринга лесохранитель вырос до 30%. То есть 30% всех пожаров, это еще половина сезона пожароопасного не прошло, а уже 30% обнаружены именно системой видеоманикюринга. Такая система уже работает в 45 субъектах страны. Начинающиеся лесные пожары фиксируют полторы тысячи камер. В Красноярском крае сеть планируют расширить с 30 до 100 комплексов автоматического наблюдения. Сергей Сеславин, Максим Галат, Енисей, Новости.